всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня я оказался валенсии и решил раз уж выдался теплый денек у нас до этого дня было достаточно прохладно и завтра тоже обещают похолодание а сегодня аж 26 27 градусов и солнышко я решил провести маленькую экскурсию по одному из районов валенсии это практически самая окраина и у меня за спиной располагается парк который называется город наук и искусств четко за спиной вы видите кинотеатр аймакс и я там признаться честно ни разу не был вот там располагается музей наук в принце филиппе а вот это дворец искусств королевы софии но об этом чуть позже начну я на экскурсию с апартаментов которых мы остановились в этих апартаментах мы уже третий или четвертый раз они очень удобно расположены причем болтаю отправляемся туда поехали итак я в апартаментах давайте сразу покажу что здесь находится значит в этих парламентах две спальни но начну из кухни пойдем кухня как вы видите мягко говоря совсем небольшая вот отсюда до стены вот она сегоднячего расстояния но это кстати говоря наверное подавляющее ващество кухни которые я видел они вот по такой схеме скомпоновано надо мог быть потому что я все это дело видел в недорогих так скажем квартирах она оборудована всем что нужно для туристы которые хочет что-то приготовить есть электрическая плита есть духовка есть вытяжка есть какая-никакая посуда там ложки вилки тарелки есть чайник и есть холодильник здесь же небольшой балкончик с кондиционером и мойкой в гостиной достаточно просторная есть стол для пообедать как вы заметили на кухне такого стола нет и есть раскладывающийся диван на котором помещается ну собственно два человека могут вполне здесь также есть маленький журнальный столик телевизор и балкон балкончик небольшой для покурить потому что в номере курить старше запрещено 300 евро штрафа а здесь внутренний дворик достаточно тихий в окружении высотных зданий а пойдем дальше в спальню хотя почему сказал что две спальни да здесь две спальни и одна гостиная тоже для двух человек то есть здесь вполне могут разместиться с комфортом 6 человек пойдем но перед посещением спальни наверно санузлы это первый санузел достаточно просторный он наверно ширину где-то метр двадцать метр тридцать в длину все два метра есть здесь унитаз есть душевая кабина и зеркало ну здесь все рассмотрели пойдем в другой санузел так ну и вот у нас следующий санузел зеркало раковина ванна унитаз и беды на мой взгляд для шести человек для проживания шести человек два санузла более чем достаточно и в принципе чистенько меня полностью устраивает эти апартаменты пойдем в спальню это спальня с двумя односпальними кроватями с платежным шкафом не закрывающимся кстати вот насчет закрывания здесь же море рядом достаточно влажно поэтому в закрытых шкафах тем более если люди не живут часто заводится плесень я думаю поэтому как раз таки здесь сняли вот эти самые дверцы а может быть сэкономили не знаю а следующий у нас вот здесь в этой спальне одна здоровенная двуспальная кровать она метра 82 метра небольшой уже платяной шкаф тоже без дверец визор и окошко в данном случае без балкона в 150 метров город науко искусств где мы с вами только что были и куда мы с вами сейчас вернемся собственно говоря вот такие апартаменты достаточно удобные для проживания до от центра города здесь далековато на такси ехать наверно минут десять здесь же рядом с городом науко искусств остановки автобуса баз туристика так называемый туристический автобус покупаешь билет билет действует весь день или даже два дня можно покупать и автобус ходит постоянно по одному билету заходит по этому маршруту проезжаешь автобус ходит по кольцу два маршрута здесь есть вот то есть можно целый день по городу кататься по одному билету как-то так ну ладно пойдем уже город наука искусств я вам покажу его и покажу сверху с дрона так возвращаемся собственно говоря непосредственно городу вся вот эта зона это русло реки эта река периодически переполнялась во время дождей в горах и случались в валенсии наводнения в конце концов по моему шестьдесят втором или шестьдесят четвертом году валенсийцев это дело так достало что они наконец-таки собрали кучу денег и изменили русло реки прокопали вокруг города на новое русло а в старом русле расположили парковую зону и зону архитектурных вот этих самых новых ансамблей на мой взгляд получилось очень интересно очень эффектно я был не во всех из этих музеев я успел побывать в городе наук успел побывать в музей кинографии все побывать в картинной галереи больше всего из этих сооружений мне понравился пожалуй музей кинографии и и наверное город наук чем они интересны если вы сюда приедете ну во-первых музей кинографии это классический то и дельфинарий и целая куча аквариумов в том числе и подводных со стеклянной трубой и Субтитры создавал DimaTorzok Город наук, он будет, наверное, интересен в первую очередь детям и школьникам лет до 13, наверное, ну, может быть, до 12. Дальше по этой зоне, по этому руслу реки, в сторону, ближе к центру города, располагается Зеленый парк и парк Гульвер. Там огромная просто скульптура Гульвера, по которой дети могут лазить, там горки всякого прочего. Все очень интересно. Так, я приехал рассматривать пещеру Сан-Хосе. Это здоровенная пещера, в ней подводная река, по которой устраивают катание на лодочках. Городок находится примерно в 60 километрах от Валенсии, где располагается самая пещера. Здесь, конечно, туристическая зона очень такая эффектная, но вы видите. Вот он, вход в пещеру. Ссылочку, естественно, дам в описании на это место. Мне как раз там будет интересно. Пишут, что количество билетов в течение дня ограничено, потому что это не просто посещение пещеры, а катание на лодках внутри. Мест лодки не слишком много, поэтому они советуют заранее через интернет заказывать билеты на следующий день. Особенно в горячий сезон. Но у нас пока ранняя весна. Конец марта, начало апреля, поэтому горячий сезон не потребуется. Собственно, почему я вообще затеваю эти самые показы? Мне, когда я ездил в отпуск за границу, так сказать, всегда было очень скучно сидеть на одном месте в городе. Ну, посмотрел ты эти самые здания, сооружения и все. Дальше ты что делать? И вот поиск таких интересных местечек в округе, до которых можно добраться, наверное, в общественном транспорте, ну, либо взять прокат-машину, мне кажется, очень важным и интересным для набирания новых впечатлений. То же самое и Валенсии. Конечно, можно много чего посмотреть в самом городе, ну и немало интересного рядом в окрестностях. Это очень круто. Это реально очень круто. Сначала садишься в лодку, идешь по проходу с очень низким потолком, так скажем. Приходится пригибаться, чтобы головой не шибануть. И река очень узкая. Местами она расширяется, и появляются залы с высотой потолка, скажем так, 12, где-то 20 метров. Подсветка из-под воды, со стен, все в полумрак. Ну и снимать, конечно, нужно в технику, которая позволяет снимать в полумраке. Очень эффектно. Идешь очень долго на лодке, сейчас я вам покажу, на каких там ходят. После чего тебя высаживают, идешь 200 метров по узкому проходу с асталоксидом, с асталагмитами. По этому самому, пешая часть. Потом опять пересаживаешься на лодку, и на лодке идешь дальше. Опять залы открываются. Выглядит чрезвычайно эффектно. Так, вот на таких лодках там катаюсь. Следующая достопримечательность – биопарк. Сейчас идет пасхальная неделя, поэтому постоять, конечно, в очереди придется. Вы увидите, какая огромная толпа народу. Ссылку на биопарк тоже дам. Билеты посмотрите, сцену актуальную. Встретимся с вами уже рядом со зверями. Сейчас я иду по мосту, по биопарку. Мост через старое русло реки. Как раз именно в этом русле реки находится город Науквеску. Он в южной части города. А в северной части города, в этом русле, который вы сейчас видите, разместили биопарк. В самом русле и рядом с ним. Вот и начинаются заросли впереди. Как видите, здесь в одну кучу собрали сразу пеликанов и розовых ламинго. Биопарк вообще очень просторный. И все вот это вот, обратите внимание, лужайки поднимаются вверх, опускаются вниз. Очень интересная работа лошадного архитектора, что мне, в принципе, здесь очень нравится. Практически свободный доступ к животным. Согласитесь, интересно оформлено все, да? Вот такое соседство. Стеклышко, конечно, защищает, беспокоиться не стоит. Ну, видите, насколько они близко располагаются, эти крокодильчики. Тут офигительно. Тут офигительно. Это бегемот. На этом, я думаю, такую коротенькую экскурсию завершу по Валенсии и по биопарку. Как вы прекрасно понимаете, я не показал даже десятый, да что там, даже пятидесятый части биопарка. Здесь можно смотреть, ходить целый день. Короче, если вы соберетесь приехать в Валенсию, я настоятельно вам рекомендую взять в прокат машину и объездить не только биопарк, не только город наук и искусств, но и окрестностей тоже. Здесь есть, что посмотреть. Спасибо за компанию и всем пока! Продолжение следует...